Намаскар. Сейчас путешествую, и люди приходят, мы разговариваем с ними о медитации, и бывают всякие интересные вопросы. И вот один парень спросил, он говорит, Дада, желание – это хорошо или плохо? И мне пришлось задуматься на минутку для того, чтобы ему дать ответ. Как вы думаете, желание – это хорошо или плохо? Мне на ум приходит масса, масса, масса разных вещей. То есть это такой объёмный вопрос. Если у вас возникает такое категоричное осуждение – это хорошо, это плохо, то я думаю, что нужно работать над тем, чтобы всегда возникал этот объём. Я всегда удивлялся тому, как мой учитель медитации, мой ачарья, мы с ним проводили какие-нибудь семинары, он давал лекции, я ему переводил, и люди задавали вопрос. И у меня был такой внутренний позыв – всё, я знаю ответ, я знаю, можно я скажу? Но я ждал, пока мой ачарья ответит. И потом он начинал отвечать. И я всегда был шокирован тем, что он что-то говорит, и это очень-очень объёмно. И я понимал, что мой вот этот ответ, он очень категоричный, он очень упрощённый, и он на самом деле не отражает реальности. По мере садханы ты начинаешь видеть вот этот объём. И я хочу, чтобы вы старались тоже видеть вот этот вот объём во всех жизненных вопросах. Первое, что мне приходит на ум – это история о принце Аларке. Принц Аларка – это был первый, кто изучил процесс раджа-дираджа-йоги, в общем-то то, что мы с вами делаем, от Махариши Аштавакры. Но перед тем, как он изучил этот процесс, он был очень такой разгильдяй, распутный разгильдяй, алкоголь и так далее. И ему мать завещала кольцо – когда ты дойдёшь до ручки, когда ты дойдёшь до состояния, что ты будешь в полном отчаянии, тогда открой это кольцо. И вот он однажды дошёл до этого состояния полного отчаяния, он открыл это кольцо, и он там увидел бумажку. На этой бумажке было написано два совета. Первый совет – не имей никаких желаний, но если это невозможно, желай освобождения. Второй совет был – не имей никакой компании, но если это невозможно, будь в компании садху или святых людей. Принц Ларка подумал – как для меня? У меня столько желаний, и невозможно сделать так, что у меня не будет никаких желаний. Я буду желать освобождения. Он говорит – я всегда был окружён моей свитой, моей прислугой и всякими разными людьми. Я никогда не был один. Я не могу быть один, я не могу быть без компании. Поэтому я буду искать компанию святых людей. И он начал искать компанию святого человека, и он нашёл своего гуру Магариши Аштавакру, который обучил его процессу контроля над разумом. Из этой истории мы видим, не имея никаких желаний, состояние сознания или абсолютная истина – это состояние абсолютного безупречного покоя. Желание – это вритти. Вритти – значит волна внутри разума. Вот эта волна, вот это беспокойство внутри, отделяет тебя от истины. То есть это состояние, изменённое от изначального состояния. Поэтому то состояние – йога, щитти, вритти, ниродха. Йога – есть остановка всех тенденций ума. Но если вот сейчас вы это возьмёте, как за абсолютную истину, и скажете – ну всё, значит надо избавляться от желаний. Я не думаю, что это будет очень практично. Потому что всё, что есть в нашем теле, всё, что есть в нашем уме, оно там помещено туда природой для какой-то цели. Нет ничего лишнего. Все стремления разума, они нужны для того, чтобы восходить постепенно от грубого к тонкому. Изменение происходит благодаря движению. Под лежачий камень вода не течёт. То есть сначала доминирует тамагуна, потом доминирует раджагуна, и раджагуна расцветает в саттвагуну. То есть тамагуна – сила статичности, раджагуна – сила динамизма, и саттвагуна – сила тонкости, сила материальной природы. И вот до тех пор, пока есть динамизм, до тех пор, пока есть раджагуна, пока есть движение, будет... Это как... Вот цветок растёт из семечка, он проклёвывается, этот цветок, и начинает расти, начинает развиваться. И в итоге цветок расцветает, и он становится красивым. Вот та сила, которая меняет его, которая двигает его, называется раджагуна. Сила движения. И вот если ты пребываешь в динамичном потоке, то всегда будет сияние саттвагуны. Поэтому нужно движение. Поэтому одна из йог, но один из важных очень подходов в йоге, он называется карма-йога. Её девиз этой карма-йоги – это карма-брахмети, карма-бхагу-курвита. Это значит, действие есть Бог, делай как можно больше действий. Действие очень важно. Сочетание действия и мудрости ведёт к прогрессу. Даже если нет мудрости, но есть действие, постепенно мудрость начинает приходить. Через действие, даже если тебя мотивируют какие-то, ну не самые чистые вещи, абсолютно чистые вещи, то всё равно есть действие. И это действие при условии, что ты не нарушаешь принципов ямы-неямы, нравственных принципов, это действие будет постепенно тебя освобождать. То есть постепенно сознание будет подниматься на более высокий план, сознание будет натыкаться на вещи более высокого вкуса и стремиться к более-более высокому. Произойдёт трансформация желаний. Что делать с желаниями? Допустим, есть у меня желания. Я могу их подавить, но тогда я превращусь в статичный камень. Это как, допустим, поезд едет, и вдруг разбомбили локомотив. Что станет с поездом? Поезд остановится, он никуда не поедет. И вот эта апатия, отсутствие всех желаний, статичность, замирание, не есть йога, не есть высшее состояние. Человек может лежать в коме, достигает ли таким образом он освобождения, достигает ли он высшего состояния сознания, нет, это состояние статичности. И состояние статичности отличается от состояния осознанности. Здесь нет движения, и там нет движения. Но здесь нет движения, потому что вся энергия уснула, а там нет движения, потому что вся энергия, она была сублимирована в очень-очень тонкое состояние, и она успокоена, и достигнут полный контроль сознания над энергией. Это два разных состояния. Поэтому мы не стремимся в кому, мы не стремимся в статичное состояние, мы стремимся в то состояние абсолютной осознанности. В человеке 50 тенденций ума, 50 в ритте. Из них 49 тенденций связывают нас с внешним миром. 49 верёвочек нацелен на внешний мир, привязывают нас к внешнему миру. То есть 49 тенденций разума заставляют нас быть экстравертными. Что значит экстравертными? Это значит двигаться от единого ко множеству, анализировать мир, расщеплять его на сегменты и изучать эти сегменты, познавать эти сегменты. И только одна тенденция разума, вот здесь в фагги-чакре находится, это тенденция внутрь, это тенденция знать одно, идти от множества, идти к единому. И я вам скажу, что неравный бой, 49 тенденций наружу, одна тенденция внутрь, одна врития внутрь. Это неравный бой, поэтому мы видим, что очень мало людей по-настоящему вдохновлены вот этим желанием познать свою глубинную суть. Поэтому мы должны пользоваться не самой-самой тонкой тенденцией, а тем, что есть. А что есть? А есть какие-то другие мотивации. И вот какие бы ни были мотивации у человека, они двигают его вперёд. Единственное, что важно понимать, что я не должен переступать через нравственный принцип. Поэтому, если человек хочет, например, зарабатывать деньги. Окей, пусть он зарабатывает, но пусть он зарабатывает деньги максимально продвинуто. Пусть он получает какие-то более высокие идеи, пусть он получает идеи кармы, как управлять своим денежным потоком при помощи благих действий, например. И в этом процессе он наткнётся на что-то более тонкое, и он заинтересуется чем-то более тонким. Но многие люди приходят, и они начинают... Я вспоминаю даже, мы когда с ребятами начинали, непонятно, что нас двигало. Видимо, души созрели уже к тому времени. И вот это внутреннее стремление есть к духовности. Но оно где-то там так замаскировано, и кто-то это хочет, кто-то это хочет. Желание там, кто-то хочет сверхъестественные силы обрести через практику медитации и так далее. Там разные мотивации. Но что в итоге произошло? В итоге произошло, что все эти желания отвалились. То есть ты с какой бы мотивацией ты начинаешь действовать. Карма Брахмити, карма Баху Курвита. Действуя есть Бог, делай как можно больше действий. Ты начинаешь действовать, и в процессе деятельности твоё сознание раскрепочается. И ты открываешь какую-то новую страту, более интересную сферу. И ты устремляешься туда. Поэтому многие начинают йогой заниматься, чтобы подготовить себя к пляжному сезону, чтобы поправить здоровье, чтобы там ещё что-то, чтобы обрести концентрацию и так далее. Но продолжая, рано или поздно, ты приходишь к одному. Ты приходишь к вот этой самой-самой высшей мотивации. Я хочу познать то глубинное, то самое-самое сокровенное, что есть внутри меня. Поэтому я не могу сказать, что желание – это плохо. Желание – это хорошо. То есть когда есть у тебя вот такой драйв, когда тебе что-то хочется делать – это хорошо. Но всё относительно. Вот то, что для меня было хорошо вчера... Например, я сидел сиднем, и вдруг кто-то меня вдохновил пойти зарабатывать деньги. Я думаю, о, заработаю много денег, у меня там разные мечты, там то-то, 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 то-то. Ну знаете, что они делают на бизнес-тренингах? Они как раз и разжигают вот это желание, что давай купишь себе Мерседес и так далее, и так далее. И человек сдвинулся с места. Он пошёл, делает, 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 ищет, не получается. Разные-разные-разные способы перепробовал. И меняется сознание, сознание поднимается. Даже медитацию люди с этими бизнес-мотивациями начинают делать. Но если ты постоянно остаёшься на этом... Вот есть алчность, корысть. И ты вот с этой алчностью, корыстью начал двигаться. Это хорошо, что ты начал двигаться. Но через какое-то время твое сознание перерастает эти мотивации. И теперь тебе нужно двигаться к более высоким мотивациям. Вот сюда ванахата чакру. То есть было в манипура чакре, корыстное такое состояние сознания. Потом вот сюда переходим, ванахата чакру. Здесь ванахата чакре у тебя нет корысти. То есть ты не хочешь что-то получить, у тебя нет такого дашь-надашь. Но тебе нравится вот это ощущение, что ты молодец. То есть здесь работает тщеславие ванахата чакре. Это не самая чистая мотивация. Но она более чистая, чем здесь, в манипура чакре. А потом ты двигаешься, ты молодец, все тебя любят, все тебя хвалят. Ты этому помогаешь, этому помогаешь. Твои фотографии в газете, ты вообще национальный герой и так далее. Но ты обнаруживаешь, что действия, которые ты совершаешь, на самом деле есть какое-то волшебство. Вот когда ты бескорыстен и когда ты... Ты хочешь просто сделать хорошо, не получив за это ничего взамен. Ты начинаешь ощущать, что какой-то поток божественный сквозь тебя идёт. Это одна барышня, она говорит. Да, да. Я была сегодня... Сдавала зачёт. Я лепила скульптуру, за три часа её слепила. Всю дорогу я повторяла мантру. Я принесла преподавателю эту скульптуру. Он говорит, о, очень хорошая работа. За сколько ты её сделала? Я говорю, за три часа. Он говорит, нет, за три часа это невозможно сделать. Она говорит, вот, когда ты пребываешь в потоке, всё получается, всё очень складно складывается. И это состояние, оно абсолютно незабываемое. Поэты, художники, музыканты – это люди, которые испытали вкус этого потока. И он может до трёх часов ночи искать вот этот один цвет, искать и концентрироваться, искать и концентрироваться, и чувствовать поток, как поток проходит с него, через него. И вот в этом состоянии потока, то, что тебе мешает в нём пребывать – это твоё я-чувство, твоё эго. Когда ты думаешь, что я что-то делаю, когда ты присваиваешь действия самому себе, ты чувствуешь, что этот поток прекращается. Поэтому человек, познав более высокий вкус, он думает, зачем мне здесь быть? Зачем мне быть молодцом? Мне надоело уже быть молодцом, меня уже хвалили, перехвалили. Я этого больше не хочу. И он начинает избегать всех этих похвал, он начинает избегать этого тщеславия. Потому что он знает, всё равно у меня есть слабость к этому. Если он не смотрел ролик, как принимать комплименты... У нас был ролик вот этот, что от комплиментов нужно уворачиваться. Внешне принимать, но внутренне не брать это, не принимать это на свой счёт. Потому что чрезмерное эго убивает талант. И вот человек тянется сюда – вишудха-чакву. Здесь это состояние, когда ты хочешь служить, когда ты хочешь помогать, и ты ничего не ожидаешь взамен. Следующая мотивация. А потом в итоге ты приходишь к вот этой чистой мотивации. Здесь есть тенденция познать. Я хочу познать эту самую-самую главную загадку Вселенной. Я знаю водород, я знаю кислород, я знаю теорию относительности, я знаю квантовую физику, я знаю математику, но я не знаю самого-самого-самого близкого ко мне. Моего Я, моё сознание. И я хочу разгадать эту тайну, я хочу разгадать вот эту вот самую большую загадку. И тогда у него включается вот эта финальная мотивация вот на этом уровне. И потом за пределами этого уровня, вот здесь, здесь больше нет мотивации. Поэтому вот этот путь от этого центра до этого центра, его называют королевским путём. Королевский путь, который невозможно пройти самостоятельно. Потому что здесь твоя энергия становится нираламба или неподдержанная. То есть нет больше желания, нет больше устремления, которое будет толкать тебя вперёд. Поэтому считается, что са-викальпа-самадхи или состояние подъёма вот до этого центра, оно достигается, можно его достичь своими усилиями. Но нир-викальпа-самадхи. Когда ты поднимаешься над всеми устремлениями, невозможно достичь своими усилиями. Здесь тебе нужна помощь, гуру. Помощь того, кто сам находится в том состоянии. Одной ногой он пребывает в том непроявленном состоянии, другой ногой в проявленном. Тот, кто достиг освобождения, но принял самкальпу или принял решение оставаться в мире для того, чтобы служить другим существам. Для того, чтобы дать то же самое состояние другим существам. Поэтому, да, финальное состояние – это отсутствие желаний. Но идём мы к этому состоянию, меняя одни желания на другие желания. Как ребёнок растёт, он играет в одни игрушки. И ему нужно отыграть в эти игрушки. Он вырастает естественным образом. У него пропадает привязанность к этим игрушкам. Он поднимается и начинает играть с другими игрушками. И вот постепенно, постепенно мы восходим. Поэтому путь йоги – это не путь подавления, не путь какой-то такой противоестественной войны с собой. Это путь трансформации. Конечно, усилие нужно. То есть это не то, что это абсолютно нет борьбы. Борьба есть. Но это борьба за более высокую ступень. То есть ты не пытаешься отречься от этой ступени. Ты пытаешься вскарабкаться на более высокую ступень. Есть что-то ещё выше. Потому что вот эти желания, устремления, как их победить – это часть вас, это часть нас. Ты их можешь победить только, если ты взобрался в более высокую страту. И там ты испытываешь что-то такое сладкое, такое хорошее, что тебе не хочется возвращаться на нижний уровень. И даже если ты вернулся на нижний уровень, и тебя терзают всякие искушения, желания, соблазны и так далее, ты всё равно знаешь – нет, это мне нужно отсюда выбираться. Мне нужно, нужно, нужно отсюда выбираться. Потому что есть что-то выше, есть что-то чище, есть что-то гораздо более желаемое. И поэтому высшее сознание называется Desideratum на санскрите. Это значит – высшее желаемое. То есть самое лучшее, что мы можем желать – это высшее сознание. И сутры говорят – тасмин упал аптхе параматришнани врите. С достижением того любая жажда унимается, любая жажда исчезает. То есть все желания прекращаются в тот момент, когда достигается то высшее состояние. А до этого момента нам нужно пользоваться тем, что есть, тот драйв, который в нас есть, использовать его для того, чтобы подняться на следующий уровень. И всегда нужно стараться открыть что-то более высокое, что-то более... И категорично не надо судить. О, это плохо, это плохо. Для кого-то, может быть, это неплохо. Может быть, это плохо для тебя, потому что для тебя это вчерашняя стадия эволюции. Но, может быть, это хорошо для него, потому что для него это завтрашний день его эволюции. Поэтому в относительном мире есть вот этот закон относительности. И все, тема такая сложная. Надеюсь, я смог это выразить. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Будем продолжать разбираться. Намаскар! 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 Субтитры создавал DimaTorzok